Девушки отдыхают Страшно за будущее нашей отечественной игры журналистики Подойдешь киоску, уже удар Посмотришь на обложку, еще удар Внутрь заглянешь все три И в таком бедственном состоянии Находятся все известные мне отечественные игры журналы Окромя мани Что делало ее отличным кандидатом Для нашей передачи Которого я собирался закидать какашками Опустить по полной Пройтись по непрофильным статьям Всякой посторонней чепухе Дурацкой верстки, по мнению некоторых Конечно же, рецензии на Адам К десаку он при этом орды нежите Но выискивать все эти ошибки и точности Эти крупицы там Копаться в этом говне Мне показалось это как-то мелочным Что я начинаю притягивать факты за уши И тогда Я сел отдохнуть и подумать Достал страну игр Открыл эксклюзив номера И вот чудо Материон для экзекуции был найден Начнем с самого начала С обложки Она ужасно Она, она, она Ужасно страшная Вы посмотрите на эту морду Она отпугивает покупателей Не покупайте голову Обратил внимание На правый верхний угол Где между логотипом Который прячется за рогами шапкой А прячется за рогом Паркодом где-то тут В углу зажаты Такие маленькие львы Как и написано Эксклюзив номера Да что, хотим за него просто стыдно Resident Evil Revelations Страница 98 А пока мы не пойдем на эту страницу Мы изучим эту обложку Посмотрите Как оригинально Вынесены выноски Они бы здесь Под углом 90 градусов Спрятанные за левым ухом Самурая Чтобы никто не узнал Что в этом номере Вся в райском Находится рецензия на Dead Space 2 В то время как рецензия У конкурентов появится Только через месяц Правда, кому интересен Dead Space 2 Да я знаю Что вам на предыдущей обложке Все такое Но примите уважение Не в Dead Space 2 Почему он зад Левым ухом Саурая В то время как Шокон Тоддл Вар По общей площади Занимает БОЛЬШЕ НЕМ ЧЕМ ЛОГОТИП СТОВНЫЙ ИГРЫ А так же Том Рейдер И Тейлзо НЕЧИТАЕМО Никогда раньше Не обращал внимания На Баркод А там оказываются Не только цифры Но и буквы ПАБЛИШИНГ ФО ЭНТУЗИАСТС ГЕЙМЛЕНД ХАЙФАН МЕДИА О, да И обратите внимание К ФУМИЦУ Целых 18 страниц Продолжаем чтение Открываем Наш любимый журнальчик При покупке качества Молоко в подарок Ха-ха-ха, они реквалируют молоко. Кожурное молоко в игровом журнале. Станем в новый... Так, вот, содержание. Читаем. Эксклюзив номера. Resident Evil на 3DS. Долгожданные сведения о двух минут выпусках сериала в Митсу. Страница 107. В этом же содержании. Страница 98 Resident Evil 3DS выпуски знаменитого сериала. Чего от них ждать в митсу? У нас уже есть небольшое противоречие. Но давайте начнем с большей надписи, откроем страницу 107. 107, 107, 107. Страница 107. Джек Краузер, все его тело, его оружие, вооружен и особо опасен. Не за тем то, что мы искали, но тоже по Resident Evil Pussy не Revelations. А Mercenaries это другой эксклюзив, который тоже есть, но его почему-то не упоминают. Стараются его замалчивать. Почему? И кто не знает. Итак, Джек Краузер появляется в том числе и в Resident Evil 4. В том числе. Умеет мастерски обращаться с различными видами оружия, хотя на первый взгляд может показаться обратное. Вы посмотрите на этого мужика, это же такой он был перекачанный. По нему видно, что он за мьём просто голыми руками рвёт в пасте. Ну, по его виду этого не скажешь. Мг, ну да. Оружие, которое может использовать Краузер, многообразно. В этой игре можно также кастомизировать оружие. Такое ощущение, что такая функция была видена специально для него. Какие же именно виды оружия он будет использовать? Три раза оружие в одной строке. Мы получаем Джек ФОООООООООООООООООООООООООТ! Краузер в предыдущих играх. Впервые Краузер появился в Resident Evil 4. Он был заклятым врагом главного героя Леона и поожесточённая борьба... Он был заклятым врагом главного героя Леона и поожесточённая борьба между ними развивалась. На этой игры мы подготовили много взрывных эпизодов. Так что, говоря прямого, вы точно сможете получить удовольствие от бодрящего мочила. Бодрящая мочила. Крутой эдитер. Надо будет себе записать, потом использую. Да, кстати, обратите внимание на зелёные полоски, обравляющие края журнала. На них написано «Фумицу магазин». Это значит, что этот материал импортный, завезённый из самой Японии. И то, что обходится, он... Примерно в два раза дороже, чем материалы собственного производства. Логично подумать, что на такие жертвы редакции идёт не просто так. Что эти материалы просто отменного качества, что им уделяется всё внимание. Тем более, что это эксклюзив. Они должны быть вылизаны до блеска. Я должен получать максимум удовольствия от их прочтения. И сейчас мы начнём его получать. Страница 98. На Nintendo 3DS выходят сразу две игры из новой линейки Resident Evil. Уже интересно. Как оказалось, на Nintendo 3DS появятся две новые игры из-за тонанной серии хор боевиков в Resident Evil. Для того, их повторим два раза. Два раза. Публикуем также комментарии команды разработчиков. Восклицательный знак. Уже четыре восклицательных знака. А мы только начали чтение. Мы взяли интервью у четверых ключевых сотрудников, занятых в работе над обоими проектами Resident Evil Revelations и Resident Evil The Mercenaries 3D. Какова концепция второй игры? Потому что на первую нам, видимо, насрать. Правда, кому интересна первая игра? Мерсенарис, вот это тут намного интереснее. Какая же там концепция? У этой игры, которая была раньше в бесплатном приложении. Концепция струбить в бабло. Я так думаю. Вообще, это концепция любой игры. Но эта игра, она особенно награды. Я ненавижу этот режим. Мне он кажется тупым. В чем изюминка каждого из проектов? Извините, каждого из проктов. На какой стадии находится разработка? Также я хотел предъявить свои претензии по поводу четверых, но будем считать, что это моя вкусовщина. Вкусовщина? Пусть тут все нормально. Но мы не забываем, что наш читатель дебил. И поэтому мы будем ему повторять и повторять, что... Байя Хвазард это Resident Evil. Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 4. Что обнаруживают Крис и Джилл на огромном круизном корабле, по которому бродят странные существа? Разве тут надо что-то комментировать? А с этим не смешно? Я просто угорал первенство. Прочел. Так начинается абсолютная новая игра из серии Байя Хвазард. Наши Resident Evil... Новая истина, новый страх! Эксклюзив! Resident Evil Revelations – новая самостоятельная игра цикла, в которой описывается инцидент, произошедший между Resident Evil 4 и Resident Evil 5. В этой игре можно много на что обратить внимание, даже если вы не являетесь фанатами сериала. Мы, бравщик злобный, фанатами сериала... являемся, наверное, поэтому нас и коровит этот эксклюзив. Это и сюжет, повествующий о деятельности членов отряда БСАА, задачей которого является борьба с биологическим терроризмом. Это и восхитительная графика, которая не проигрывает изображения на домашних консолях. В консолях, я знаю, ну господи, вы же знаете, я не выговариваю некоторые буквы, цифры, как тут нажать пью. У меня плохо с дикцией. Это и впечатления с полноценного 3D. Для начала проникнитесь атмосферой игры, взглянув на первоопубликованные изображения и скриншоты. Что увидело Джилл сквозь штору? Расскажите, пожалуйста, о концепции игры. Наша цель создать действительно пугающую игру, которая не только бы выбрала в себя идеи четвертой части и последующих игр. Я, кроме пятой, не знаю, возможно, о игре. Ну и перми нам и кое-что от классического стиля первых игр серии, вплоть до третьей части, который заключался в поисках истины по мере разгадывания загадок. Классический стиль первых частей заключался в поисках истины путем разгадывания загадок. Страница 100! О! Их еще так много! Пролог! Слышны раскаты грома? И посреди мискрайнего моря плывет буксирный корабль. На нем члены отряда БСАА, посланные на разыскную операцию. Очертания круизного корабля и левшегося перед ними напоминают именно что корабль-призрак. Проверив экипировку, Джилл по мере приближения кораблю шепчет, где-то на этом корабле один. Но инцидент с исчезнувшим кораблем был лишь началом кошмара, и она ступила на этот корабль, не зная, что стала частью золого умысла, стоящего за всем происходящим. Все корабли? Неплохо! Просто целая флотилия! Крис Рэпстюрт Персонаж, обладающий богатым опытом участия в реальных операциях, использующий различные виды оружия. В оригинальном Resident Evil он был одним из членов специального полицейского отряда Раккун-Сити С-Т-А-А-С Джилл Валентайн Бывший член С-Т-А-А-С Как и Крис, они вновь встретились после того, как был уничтожен Раккун-Сити. Джилл является членом БСАА и борется с биологическим терроризмом. Что такое БСАА? Это антибиотеррористический отряд, созданный Лигой производителей лекарственных препаратов из-за того, что все чаще стали происходить теракты с использованием полу, биологического оружия. Хотя всякому, кто хотя бы поверхностно знаком серии, известно, что БОУ – это биоорганическое оружие. Биологическое оружие – биоорганическое оружие. Позже отряд поступил под непосредственное управление ООН. Ко времени событий Resident Evil 5 организация разрослась и имела 8 баз по всему миру. Но сюжет Revelations в период создания этой структуры. Корректор! Ау-у-у! На следующих страницах – локации и монстры. И стрелочка вправо. И вправду публикуем иллюстрации к разным локациям. На этих страницах мы публикуем иллюстрации, на которых изображены локации. Ау-у-у! Сами игровые зоны разрабатываются на основе этих рисунков. Помимо круизного корабля, на котором выставлены за члены BSAA, местами сражений также станут Портовый город и Заснеженный город. Разумеется, в разработке находятся и другие локации. Один из коридоров круизного корабля, в котором стоит мертвая тишина. И лишь немного цвета попадает снаружи из иллюминаторов. Кровавые разводы и лужи крови тянутся из кают, создают зловещую атмосферу. Кстати, на дверях слева есть иллюминаторы. Похоже, что можно будет попытаться заглянуть внутрь кают. Продолжение следует...